здравствуйте гости друзья и коллеги вы на канале авто и болит меня зовут николай и что сегодня хочу вам показать сегодня к нам пришла вот такая машина рано флюинс и повреждены три детали и здесь я также использовал экспресс про цинк 80 сейчас положил вернее вчера положил цинк сверху положил прямо на него карбон от мипы вышкурю выровню и здесь буду использовать перед наполнительным грунтом еще раз положу эту прожку цинк положу перед наполнителем и закрою наполнителем перешкурю покрашу посмотрим как этот эксперимент этот тест покажет себя будет ли виден край напитывание или еще что-нибудь в этом роде дверь готова и вот этот серьезный удар который помотал мне нервы если честно тоже готов все вышпакливано вышпакливано на 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 и заклеена на на сейчас положим вот есть такие места голого металла и вообще сын жена в основе из бокситки или бокситка на основе цинка и мы закроем вот это место закроем шпаклевку цинком уже с абоксидкой то есть посмотрим 30 минут пройдет положим наполнитель высушим все это посмотрим будет ли если он вылезет если когда я буду зашкуривать и край цинка покажется из-под двухкомпонентного грунта посмотрим как он будет на базе виден потом просушим все это я потом объясню почему я так делаю следующих включения смотрите какой интересный момент есть у банки если например точно так же как вы как я вы делаете вот такой вот отвод когда переливаете с банки чтобы материал не накапливался вот здесь краях чтобы крышка лучше закрывалась у банки этого производителя есть такая черта так скажем это инструкция не сводится до конца а есть вот такой вот промежуток чтобы когда отсюда когда вы наливаете и грунт будет попадать и течь по банке он тек не по инструкции которые всегда можно было бы прочитать а именно по вот такому открытому металлу и не загрязнял еще расскажу инструкцию если например вы развели цинк слишком жидко как вам кажется можете добавить него он довольно густой продукт и если у вас осталось неиспользованный цинк до разведенный можете смело выливать в банку никаких проблем с этим не будет единственное условие использовать хороший качественный фирменный желательно такой разбавитель для двух компонентных материалов хотя я еще буду интересоваться у производителя цвет у этого состава серый и как раз подходит под грунт и которыми мы пользуемся вот например под этот автомобиль завод использовал как раз в точности такой такой самый такой грунт такого цвета и и и и Субтитры подогнал «Симон» 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 И вот тогда может оконтуриться, на лаке может быть видно оконтуривание, не может быть, а точно оно будет видно. Поэтому после того, как мы вышкурили, подготовили шпаклевку, все готово, перед тем, как нанести наполнитель, обычно кладут эпоксидку. И эпоксидка от Миппы, экспресс эпоксидка, очень хорошая, положили 30 минут, при 60, лампу поставили, высохла и положили наполнитель. Это то же самое, это еще и кроме всего прочего, что она, эта прошка, блокирует, наполняет шпаклевку и блокирует старый лакокрасочный материал, не дает ему оконтуриваться. Оконтуриваться, реваться, да, так, наверное. Она еще, металл, который открытый, его защищает от жравчины. Вот если так будет здесь чудесно, вот как раз мы проверяем это все в процессе проверки. Вышкурин наполнитель, еще раз скажу, базу положим, лак положим, поставим сушки, пускай все высохнет и посмотрим одним глазом, будет ли видны, я знаю пару мест тут интересных. Будут ли видны там оконтуривания, там есть 100% старый лакокрасочный материал. Посмотрим, как он, как она себя поведет. Вот такой вот момент. Если она будет это делать, если она сможет блокировать старый ЛКМ, ну, только честь и хвала, тогда все. Давайте посмотрим. Ну, вот подготовлена машина под покраску, заклеена, все. Покажу вам вот так вот, все заклеено. Что хочу, на что хочу обратить внимание. На двери вот здесь есть небольшие протертости. Вот она, вот она. Ну, и вот здесь есть. Это серая протертость, это и есть цинк. Не буду его ничем не перекрывать, прямо на него покрашу. Посмотрю, будет ли проявлен он на лаке, проявится ли он на лаке. Вот здесь есть более ярко выраженная серая, серый протир. А здесь вот еще более ярко выраженный. Вот посмотрим. Здесь у нас металл открылся на ребрышке. Сейчас мы эпоксидкой вот сюда прыснем чуть-чуть. А это все оставим, посмотрим, как он будет напитываться, не напитываться, проваливаться или еще что-то. В общем, посмотрим. Вот базой укрыл. И напомню, что где-то вот здесь, в этих местах, были какие-то протиры, да? Нету. Сейчас светом освечу. Ну, если видно, вот так вот. Никаких напитываний. Я боялся, что будут напитывания. Никаких напитываний или подрывов нет. Далее, пятна протира были вот здесь. Тоже здесь их не вижу. От слова совсем. Ну, и вот тут, да, тоже были протиры. Если бы что, они должны были бы, конечно, напитаться, оконтуриться или порваться. Ну, однокомпонентный все-таки материал. Ничего этого нет. Все, наливаем лаком, сушим. Потом посмотрим, что будет после сушки. Лак вот этот. Уже я его неоднократно показывал. Все, восхищаюсь им. Ну, сейчас сами посмотрите. Смотрите, друзья мои. Я попытаюсь вам все это, ну, показать, как это на камере видно. Ну, просто не лак, а ядерная бомба. Нигде не потек даже. Здесь три слоя. Три слоя. И нигде никакого потека. Ничего даже намека. Нет, один намек есть. Наверное. Ну, тут я налил так, что, мама дорогая. Вот здесь, где-то в этом месте, есть шишечка такая. Как бы он попытался. Что-то такое наподобие. Ну, я не знаю. Вряд ли лак, вряд ли передаст камера. Не знаю, сможет ли она передать. Лак, он и есть лак. На камере любой лак есть лак. Но, еще раз скажу, три слоя. Три. Я думаю, потечет. Третий слой с выдержкой минут 15, наверное, максимум. Но нигде ничего не показало. Нигде ничего еще раз не напитало. Но мне кажется, что, я думаю, что это все будет показываться. Если будет показываться, то может показываться на сушке. Я буду сушить и там посмотрим. А пока восхищаюсь лаком. Ну, и вот в заключении. Вот эта дверь. Давайте издалека возьму. А теперь попробуем найти вот так вот нюансы, которые на ней были. Протертости были вот здесь. Протертости я не вижу. Ни на свет, ни без света. Никаких напитываний. Еще раз скажу. Съеживаний. Ореолов, оконтуриваний. Вот здесь, помните, на грунту было пятнышко. Я, если честно, думал, что оно станет причиной моего расстройства. Но пока, в данном случае, я этого ничего не вижу. Здесь ничего такого нет. Почему? Сегодня третьи сутки, скажу. Третьи сутки в пути. В общем, прошли. Идут третьи сутки. То есть, я имею в виду, должно уже было все высохнуть, просохнуть, показаться. Есть кое-какие места риска небольшая. У меня провалилась здесь. Я невнимательно делал. Вот тут у меня рисочка есть проваленная. То есть, лампой сушил. То есть, если риска провалилась на грунте, 320-ю наждачку сошкуривания грунта под покраску обязательно нужно проходить машинкой с мягкой подложкой. Это однозначно. Ну, пропустил здесь. Цель не стояла в этом. Цель стояла посмотреть, проявится лепрошка. Ничего не проявилось. Далее. Далее. Вот дверь. Здесь должна была тоже посередке. Должна была быть какая-то. Какое-то место. Вот здесь было что-то. Тоже ничего нет. Ничего нет. И, напомню, были вот здесь протиры. Здесь были протиры. Протиров. Тоже на ненапитывании. Ничего. Еще раз скажу. Лампой сушилось. Сушилось временем. На улице плюс 20. Ничего этого нет. Ничего нет ни на крыле. На самой его верхней части, я имею ввиду. Тоже ничего. Нигде. Обычно... Почему я так говорю? Обычно бывало такое, что на... Если я, допустим, клал... Если я клал кислотник перед наполнителем, Потом просушивал лампой, У меня вот эта вот полоска Старого лакокрасочного покрытия, Через которую через... То есть растворитель проникая... Растворитель из лака, из базы, Проникая через наполнитель, Через кислотник, Потому что он не изолятор, он не изолирует. Проходил до старого лакокрасочного покрытия И показывал эту черточку. Вот здесь две прошки лежат. Прошка по шпаклевке, Прошка на шпаклевке. Ничего этого нет. Честно сказать, я доволен. Ограничение. Обязательно класть цинк тонко. Что ЗРЦ ЕС, Что ЗРЦ АЦ, Что Экспресс Про ЦИНК 80. Надо класть тонко. И сушить. Обязательно сушить. ЗРЦ сушить временем, водой. Обязательно влага ему нужна. У Прошки это лампа. Спасибо, что смотрели. Если вам было интересно, Подпишитесь на канал. Ни подрыва, ни потека, Ни мухи, ни комара. Вы были на канале Автойболит. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok